Добрый день. Беларусь и Россия после выборов. Где выборы были больше сумленные, або не сумленные. Лукашенко дает разумеет России, что Беларусь может истотно скоростить свой удел у Евразийским экономичным союзе. Про это у сегодняшней зоны свободы. Интеграционный конфликт, братерский тиск и шантаж. Два монолиты. Беларусь и Россия после парламентских выборов. До кого апеллюя Лукашенко у России? Про это передачи, у которой удельничают моя коллега-оглядальница Российской службы радиосвободы Ирина Лагунина, оглядальник свободы Юры Дракохруст и на видеосувязи в Минску Валер Карбалевич. Так само в нашей программе. Голос народу. Пытания у Минска и Москве. Где выборы больше сумленные? У Беларуси, а у России? Я думаю, у нас, у Беларуси. Почему вы так думаете? Все видится, все на глазах. Я с Россией. Как ваши выборы в России? Прекрасно. Честные, честные выборы. Пасля СССР. 25 годов незалежности. Голосы людей, які спричынилися до створения незалежной Беларуси. В этом выпуске Мячеслав Гриб были старшиня парламенту Беларуси. Я хотел, как мога, хоть и домохчиться, чтобы я начал не только разговаривать на беларуском, а чтобы я начал и думать на беларуском. Вот когда это произошло, стало легче. У Лаусецева, что хвалявала беларуский интернет на этом титне? И на этом титне Александр Лукашенко сустрылся с генеральным секретаром так званой союзной державы Беларуси и России Григорием Рапотом. Прохучали резкие обвинувачивания на адрес России, за газовую спрычку, за скорочение поставок нафты и барьеры для харчового импорта с Беларуси. Лукашенко пригрозил, что Беларусь может сгарнуть свой удел в Евразийском экономичном союзе. То, что я сказал, ни в коем случае не означает, что мы будем в каком-то плане сворачивать интеграционные проекты и так далее. Но свое участие в этих проектах мы будем оптимизировать. Я дал такое распоряжение правительству и администрации президента. Мы сейчас очень внимательно анализируем наше участие прежде всего в Евразийском экономическом союзе. Если так будет продолжаться, ну зачем нам там держать кучу чиновников? Там, по-моему, уже больше тысячи так называемое правительство наше, Евразийский экономический союз. Ну то, что около 900, это точно. И какой результат? Около тысячи, по-моему. Около тысячи. Ну и какой результат? И зачем мне платить деньги на содержание в Москве, в самом дорогом городе мира? Зачем мне платить деньги и содержать там высококлассных специалистов? Мы лучших туда отдали. Мы им найдем работу здесь. А то, что будет там приниматься решение, мы с ними согласимся. Потому что их практически нет. Мы нарушаем то, о чем мы договорились. Ирина, новость уже не первый раз гучать погрозы. Такие на адрес России. Себудуть, гэтым разом они имеют некие наступства для любимого проекта Владимира Путина Евразийского экономического союза. Вы знаете, давайте мы начнем с того, что ничего вот того, что мы сейчас слышали, не было. Для российского общественного мнения, для российского зрителя, читателя, слушателя и так далее, для российской политической литы, ничего этого не было. По российских телеканалах не показали? Я специально принесла, я распечатала сообщение, которое передавало российское популярное агентство РИА Новости. Можно я прочитаю, но очень коротенькое. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва должны определиться с глубиной интеграции на евразийском пространстве. Беларусь не исключает оптимизации своего участия в интеграционных проектах. Мы должны четко определиться, или мы идем на углубленную интеграцию государства, или нет. И самое главное, мы будем исполнять заключенные договоры и заключенные обязательства, или не будем. Этот главный вопрос для нас заявил Лукашенко. То есть, ни деньги, ни специалисты, которых расходует Беларусь, ни нарушение договорных обязательств, ничего в это сообщение не попало. В это сообщение попало только то, что можно выделить как положительное. Так о том, что мне тяжко утримливать вот это в таким дорогим городе Москва, это выключено для внутреннего коррестания, выключено для белорусской аудитории. Так оказалось. Так оказалось. По крайней мере, на российскую аудиторию это не попало никак. Россияне об этом не знают. Россияне вообще не знают о том, что существует какой-то конфликт. Ни одного после 20 сентября, когда РИО новости дали это сообщение, если вы посмотрите российский интернет Яндекс и сделаете гугл Яндекс новостей по Беларуси, то вы не получите ничего негативного, никаких трений, ничего нет. Вы получите огромное количество сообщений о том, что Россия и Беларусь на нефтегазовом Тюменском форуме подписали огромное количество документов, которые гармонизируют отношения в этой сфере. Так что, откровенно говоря, я не думаю, что сейчас в нынешнем положении в России будет иметь какие-то последствия то, что опять начались трения между Беларусьей и Россией. Я думаю, что это очередной всплеск. Это все продолжается уже очень давно. И в России это всегда можно очень легко подать. Ну, понимаете, мы же сотрудничаем, никакое сотрудничество не обходится без трений. Ты мне, конечно, в Беларуси это прохудшало. Юра, я хотела запутаться вас. Но вот эти прогазовые спрыжки на початку года протягиваются, подается с нафтой проблемы, вот поставки нафты скорочены с червеня. Почему только теперь Лукашенко публично выказался? Был в этом сенс? Ну, видите, я думаю, что тут неколькие причины. По-перше, почему он не выказывался ранее. И он ведая про популярность Путина, и он разумеет, что без некой нагоды, без некого козыря в кишине нападать на Путина в стиле, как он в свой час в 2004 году казал, что это терроризм на высшем взрывнике, или там газ отключали. Но это можно проиграть. А зараз, на мой погляд, по-перше, что называется, отбылось особистое. У день выборов, 11-го, Лукашенко сказал, я позвонил Путину, мы зим про все домовилися, так что за два дни все будет вырешено, газовая спрычка. Ну, прошло не два дни, прошло, а маль, два тыдни. Домовы нема. И в этом сенсе Лукашенко, кажучи блатным жаргоном, як высветлилась, а просто кинули. А он таких речев не любит. И по понятиях на такие речи надо отказывать. Вот он и отказал. А кроме того, Махчимагион думает, что у него певный козырь в кишени. Ну, невелички такие. Мается на увазе российский стяг, який поднял белорусский спортовый чиновник на параолимпиаде. И тогда, до речи, это российский эстеблишмент зауважил, из подарка Пескова, из подарка Захарова. Казали, что да, вот белорусы оборонили российский гонор. Ну, так вот, и Лукашенко, как бы, протягивает. Мы оборонили, а вы где? А чему вы нам грошей не даете? Ну, и, вот, я думаю, вот эти два фактора, как бы, он подлечил, что вот зараз показать зубы, как бы, самый час. Зразумело, что этот конфликт уже долгий, але, вот, я думаю, что он различил, что ранее он бы хоть чей проиграл. Хотя, может быть, Ирина, и моя рация, в том смысле, что это уже иншая Россия. Это не тая Россия некольких годов, ци десяти годзе, у тому, когда Лукашенко что-нибудь скажет, и все покажут у России. Вот про иншую Россию мы еще поговорим не в забаве, спадар, Валер, но, аля ты мне меньше, вось, показал зубы, по понятиях отказал, як я, так, в образно, Юра, выказался, гэта и яго погрозы откликать беларуских чиновников з Евразийской экономичной комиссии. Ци будуть яны, ци реализуюця яны, ци это так, просто словы для беларусской аудитории. Ну, ну, на перш, мне падается, это не так уже и важно. Коли будут откликаны на некий час, некие чиновники для консультации, то это не будет иметь никакого значения. Тут мне падается погроза большим выкананне. Тому тут важна мінавита погроза. Тобок, пынувшись в ситуации конфликта, Лукашенко думая, дзе уразливая место России. И вырашил, что гэта и уразливая место России гэта интеграцыйная проекта, интеграцыйная объединанне. Яны вельми важныя для России. Сёня, калей Россия, як бы, устает кален, яна павинна контролювать постсоветскую простору с допамогой вось таких интеграцыйных объединанню. И калей вось тут, то гэта и самое уразливая место России, як бы, натиснуць, то гэта можа, як бы, выкликаць реакцию, отказ, реакцию, у тым сэнсе, што Россия пойдзе на заступки. Так, Лукашенко рабів і раней, зверніться увагу, падчас молочной вайны 2009-го году Лукашенко адмойюся ехать на саміт ОДКБ, адмойюся падписывать домово обстваренні колективных сил оперативного реагування, пагражав закрыть мытную границу, мытную межу с Россией. ПОДПИШИСЬ!